Наш эфир продолжает программу Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Здравствуйте, Леон. Добрый день. Что-то, похоже, песенка демократов изменилась, то они как-то так все пели о том, что это сплошь, в основном мирные демонстрации, и ни словом не упоминали те погромы, те пожары, те чудовищные разрушения, которые причиняют так называемые демонстранты. Ну, а сейчас как-то тон поменялся. Какие-то новые элементы появились. Да, конечно. Хочу напомнить, что та же самая CNN, здесь тоже такой знаменитый кадр, когда на фоне горящим пламенем здания раздолбанных автомобилей, каких-то людей, которые носятся и бьют друг друга, стоит корреспондент CNN и говорит о том, что в Портлоне прошли в основном мирные демонстрации, а под ним возникает надпись в этот момент «В Портлоне прошли мирные демонстрации». А, это же слово, в основном они выпустили. И на фоне вот этого всего горящего разбоя, кошмара, который там творится. Значит, я думаю, что... Я просто не представляю себе, почему те люди, которые придумывали в демократической партии весь этот разбой, считали, что от того, что будут гореть города, будут страдать бизнесы, люди, предполиция будет умирать, так сказать, их убивают и тому подобное. А почему из-за этого население Соединенных Штатов Америки будет голосовать против Трампа? То есть, какая-то такая странная идея, мол, в стране плохо, и поэтому мы будем голосовать за Байдена. Вот даже сегодня, при том, что я сейчас расскажу, что поменялось, Байден выступал, по-моему, в киноше, если не ошибаюсь, если он не уехал. Да, по-моему, там. И сказал совершенно замечательные слова. Он сказал, вы понимаете, что Трамп будет президентом, при котором меньше людей работало в Америке, когда, значит, он уходил, чем когда он пришел. То есть, неважно, что ковид, неважно, что погромы, неважно, что они все это раздувают, неважно, что демократические города и демократические штаты не дают бизнесам открываться. Все это неважно. Важно другое. Продержать ситуацию так, чтобы, значит, вот Трамп, который, с моей точки зрения, просто самый лучший для бизнеса и для много чего, так сказать, другого президента, наверное, в истории США, по крайней мере, той истории, которую я знаю, чтобы он выглядел плохо. Но ведь оно так не работает. Ведь люди, даже если им рассказывать по СНН все время, что демонстрации мирные, ну, все же знают, что в 20 городах, и, кстати, в которых демократы, мэры и демократы руководят полицией, там, демократы, да, да, все в советах, и демократы, там, от 30, там, до 60 лет, то есть, там, даже присутствие в этих местах не было ни республиканцев, ни независимых, там, ни либертарианцев, никого, только демократы, да. Вот именно в этих 20 городах происходит кошмар, горит, избиение, убийство, черных, белых, зеленых, кого угодно, причем избиение и убийство в основном происходит теми, кого науськала демократическая партия, и как бы это, как бы это всем понятно. Как они так просчитались, я не знаю. Но почему, так сказать, вот происходит некая поворота? Я сказал, что вот Байден, тем не менее, значит, вот сделал такое заявление сегодня, у них все-таки есть надежда такая, вдруг поверят, что это Трамп виноват, да. Но, тем не менее, два дня тому назад Байден вдруг вылез на то, что они назвали пресс-конференция, то есть, туда собралась пресса. Пресс-конференция – это когда кто-то делает некое сообщение, а потом у него спрашивают вопросы. Вот Байден сделал достаточно короткое сообщение, он заявил приблизительно следующее. А поджоги – это не мирная демонстрация. А грабить магазины – это не мирная демонстрация. И вообще, ну мы за мирной демонстрацией во всем, виноват Трамп, им убежал, просто убежал. Так, ошарашенные корреспонденты, что-то тянули руки, пытались там их собрали, для чего же, что-то спрашивают вопросы. Им главное было назвать это пресс-конференцией, потому что, черт, Байден не ходит на пресс-конференции. Как не ходит? Вот вчера был. А это вот не пресс-конференция, а правда была. А это уже следующий вопрос, правильно? Значит, с одной стороны, Байден отвечать на вопросы не хочет, потому что мы все знаем, что старичок уже синильный, хотя не такой старый. Я знаю 99-летних людей, у которых прекрасно работают мозги. Но у него так ему повезло, не повезло в жизни, что он поехал в этом возрасте. Может, напряжение от радости это происходит, что он стал выдвиженцем в президент. Он никак не предполагал, что его кто-то может выдвинуть. Он же проиграл первые три или четыре праймерис, то есть просто внутри демократической партии. Что происходит? Всегда, на самом деле, в американской политике, для того, чтобы получить номинацию, те, кто борются за эту номинацию от своей партии, они становятся немножко более агрессивными в ту сторону, в которую партия хочет их видеть. А когда они уже побеждают, им теперь нужно бороться не только за свою партию, она и так за ними, а и за независимых, и за часть тех, которые голосуют как бы за противоположную партию, то они переходили немножко в сторону центра. Но вот это немножко, оно работает. А когда очень много, то оно не работает. И вот, увидев с ужасом, что по внутренним опросам, одно дело те опросы, которые и нам с вами показывают, а другое дело внутренние опросы, которые делает партия, так сказать, избирательные компании и тому подобное, там они все честно, так сказать, им нужно знать точно. Так вот, судя по этим вопросам, Трамп переиграет. Кроме того, существует еще 6% людей, которые демократов и республиканцев, и 2% демократов, которые не хотят говорить, не отвечают, за кого они. Это не то, что они не определились. Мы определились, да, а за кого? Не скажу. Значит, и все эти люди, и 6% республиканцев, и 2% демократов, 100% не говорят, потому что они за Трампа, потому что в сегодняшней ситуации легко можно сказать, а я за Байден, я за социализм, я за то, чтобы отобрать, там и разделить и прочее. Но нельзя сказать, что я защищаю свое право пользоваться своими деньгами, своим имуществом, распределять это так, как я хочу, а не так, как хочет там полусумасшедший Берни Сандерс, или, так сказать, коммунистка АОС. А вообще, так сказать, у нас есть несколько членов демократической партии, которые в Конгрессе, которые просто требуют полного разрушения капиталистической американской экономики и на развалинах ее постройки нашей новой социалистической честной экономики. Я где-то это уже слышал, да. Ну, в общем, чтобы закончить ответ на этот вопрос, демократы почувствовали, что пахнет жареным и делают все возможное для того, чтобы отыграть и поменять и то, что уже всем понятно давно, что это не мирные протесты, а это способ террора в 20 городах, а возможно и по всей Америке, они попытались, они просто не получилось, да, вот, то отыграть назад и сделать вид, что они против этого. Понятно. Хотя Карл Сентакер показывал, вчера демонстрировал видео, на которых там члены кабинета Обамы, селебритис призывают, Кэмэл призывают собирать деньги для Black Lives Matter и для Антифы. То есть, активисты демократической партии напрямую связаны с этими движениями, сейчас они, конечно, пытаются дистанцироваться от этого. Хотя... Временно, как я помню, Обама пытался временно дистанцироваться от своего этого пастора, который орал, так сказать, смерть Америки. Ну да. А Обама много лет слушал и поддакивал, и кивал головой. Да, 25 лет ходил в эту церковь, и оказывается, ничего подобного он в ней не слышал. Не слышал, никогда в жизни он не слышал. Да. Ну, то же самое. Абсолютно. Ну, а изначальный-то план был такой, вы знаете, когда республиканцы у власти, когда в Белом доме сидит республиканский президент, то как бы все грехи, все шишки варят на него. Что бы ни происходило в стране, кто бы непосредственно не был виновным в том, что происходит, но как бы медиа, все вот выступления их, вы посмотрите последние выступления, все, что раец, это все Трамп виноват, Трамп виноват. То есть, как бы, ну, такая теория существует, что если что-то в государстве плохо, то отвечает за это. то есть, как говорят, что называется, рубль останавливается вот здесь, банк, стоп, схема, как говорят. То есть, начальник, ты директор института, ты директор завода, если кто-то взорвался, не важно, что это мастер виноват, важно, что ты не установил какую-то такую дисциплину и прочее, чтобы он не взорвался. Все правильно. Но дело в том, что если при этом обнаруживается, что мастер специально ломал что-то, чтобы оно взорвалось, то это уже теперь виноват не директор, да, это виноват бандюга, ворюга и, так сказать, и тому подобное, мастер, верно? Так вот у нас народ прекрасно понимает, что когда в город жгут и Трамп предлагает громкогласно и 80 миллионов человек, которые, так сказать, его там по твиттеру, потому посему за ним следят, и он заговорит, я в любой момент присылаю туда национальную гвардию и это остановится, а ему так же громкогласно отвечают, не лезь не в свое дело, ты там и всякие эпитеты, да, то народ понимает, что Трамп хочет это остановить? Да, все-таки разумных людей оказалось значительно больше, поэтому опросы показали, внутренние опросы в частности, показали, что к чему, и поэтому, похоже, они начинают менять риторику, начинают менять стратегию, и... Вообще, это безумно интересно, потому что не принято после принятия платформы партии, а ее только что приняли две недели тому назад, да, менять устои, которые там записаны, а мы сейчас видим, что руководство демократической партии либо забывает, как бы, да, либо меняет, либо что-то на ходу чили, то есть оказалось, что вот та программа, которую они готовили все эти четыре года, потом, так сказать, ее утвердили, Сандерс и всякие там и прочее, так сказать, занимались этим, и вот в финале они ее приняли с фанфарами с огромными, и через две недели начали ее менять за 60 дней до выборов, это показывает такую панику, вот я знаю, что большинство из наших слушателей не имеет ни малейшего понятия о кухне политической, да, я вам говорю, что не делают этого после съезда, съезд утверждает что-то, дальше ты несешь факел, так сказать, тарабанишь в барабаны, я не знаю, как сказать, да, и победному концу с горящими глазами, потому что все продумали, все решили, а все продумали, все решили, а потом, походу, стали менять, говорит о том, что что-то они там не так решили. Интересно, я сегодня на Фейсбуке видел фотографию Ройтерс, по-моему, ралли Байдена в Питтсбурге, он стоит, стоит там за трибуной в пустом спортивном зале, по-моему, и человек девять фотокорреспондентов, видеокорреспондентов, телекорреспондентов рассажены на расстоянии, круги очерчены, и никого, кроме вот этих вот фотографирующих в зале нет. Причем, да, все эти корреспонденты это выбранные его избирательные компании, люди, которые они знают, не зададут ни один неоговоренный вопрос. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день. Здравствуйте. Вы знаете, конечно, вы, собственно, не сказали это, но имели в виду, я так думаю, что это тактические уловки. То есть, они, их программа как раз настроены на то, о чем они думают, и нацелены на то, чтобы захватить власть навсегда. И они считали, что за эти годы они сумели промыть мозги так хорошо, что такой же ошибки они не повторят, как вот это было в 2016 году. Они просто считали, что они извлекли уроки, и в этот раз лучше промыли мозги. Но действительно, молодежи, они лучше промыли мозги, потому что у них была возможность. Я могу вот сказать про свой опыт. Значит, в 2017 году я попала на пятидневный семинар. Удивительное дело, что я туда попала. Это была пропагандистская кампания, и с самого начала значит, глава, это там были представители нашей печати, СМИ главных, чикагских, и они говорили, мы не понимаем, каким образом победил этот Трамп. Должна была победить Хиллари, и все под это дело. И в то же время вопросы были такие, у нас первая поправка работает или не работает, то и сей, большинство, все молчали вообще. Я выступала, естественно, там, и там несколько человек, но в основном это было как бы либеральное ничто сидело в зале, а там было человек, наверное, ну, 300 или 250, вот так вот. То есть, вы понимаете, они готовили все эти годы, поэтому они делали все то, что они могут, но правда, вообще-то говоря, должна победить. Спасибо большое. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Большое спасибо, что взяли мой звонок. Вот у меня такой вопрос. Почему республиканцы не показывают, что выделывал Байбин, Бидон, я его называю, в Украине и в других странах, почему, вот принес же этот, этот самый, лоер, Господи Боже мой. Джулиани. Джулиани. Целую папку материала, что же они держат это все, это как долю в кармане, караул, я все жду, когда это все всплывет. Спасибо большое. Вы знаете, представить себе, что есть неопровержимые доказательства чего-то, а их никто не показывает, я не могу. Значит, нет, неопровержимые доказательства, есть только косвенные улики. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Уважаемый Мэй Леон, у меня к вам очень большая просьба. Я в телефоне у себя обнаружила такую, как бы, призыв подписать петицию, чтобы разрешили голосование по почте. и с мордой человека самой противной, как говорится, на свете, с мордой мессии. Вот. И у меня возник такой вопрос, не могли бы вы написать петицию на веб-сайте Белого дома о том, чтобы мы против голосования по почте. Мы все подпишем, и я уверена, что наберется больше, чем 100 тысяч быстрее, чем за месяц. Вопрос спорный. Давайте на эту тему тогда поговорим. Спасибо большое за ваш звонок. во-первых... В двух словах есть ли. Какой смысл, это вопрос, не ответ. Какой смысл писать петицию? Зачем пишутся петиции? Петиции пишутся для того, чтобы, вы знаете, Белого дома, для того, чтобы Белый дом что-то рассмотрел. То есть, мы с вами будем писать петицию, пожалуйста, не делайте голосование по почте, тогда, когда А. Трамп против голосования, то есть, совершенно с нами согласен. И Б. Никак ни на что не может повлиять ни в одном штате. Еще раз повторю, что выборные законы, законы о выборах принимает каждый штат и правила в каждом штате существуют разные, различные. Федеральное правительство не может указывать, даже законодатели не могут менять законы, выборные законы в штатах. Это дело каждого штата. Поэтому действительно нет смысла писать петиции. и единственное, когда в каком-то штате принимается закон, который говорит о том, что вот будем голосовать только по почте, эти законы оспариваются в суде, и суд может принять решение, что законно это или незаконно и так далее, насколько это конституционно. А своим распоряжением или там указом Трамп не может запретить голосование по почте. Он выступает против этого, и понятно почему. Понятно почему, потому что, как заявил генеральный прокурор, что это открывает широчайшие возможности для фальсификации. Об этом говорил еще президент Картер. Кстати, напомню, демократ, один из худших президентов. Им сейчас все равно, кто это говорил, кто не говорил, у них есть конкретные цели. Они надеются, что таким образом... Значит, люди, у демократов есть, значит, их выборщики, так называемые, да, их голосующие, избиратели, их избиратели в значительной степени это люмпины. И огромное количество люмпинов никуда не ходило. Не хотел их стоять, не хотел их ходить, не хотел ничего отвечать, не хотел показывать свое какое-то удостоверение, неинтересно это им. То есть, как можно, что называется, их вовлечь? Это дать им каждому по 5 долларов или по сэндвичу, или там что-то еще, и либо от их имени, либо попросить их, либо прямо при их заполнить все это, и таким образом увеличить количество тех, кто будет так голосовать. То есть, они первое увеличивают количество людей, которые голосуют. Второе, это эти самые штаты, которые позволяют или требуют голосования по почте, они также разрешают то, что называется в Америке harvesting, то есть, сбор урожая, сбор этих самых бюллетеней. То есть, не обязательно самому взять, наклеить марку и отправиться. Можно сделать следующим образом. Приходит к тебе якобы человек, ты ему даешь этот самый заполненный конверт, заклеенный, он берет, берет еще там сотню, тысячу, десять тысяч и куда-то везет и сгружает, и у него никто не спрашивает, откуда ты получил, как он это получил, не сам ли это заполнил, не выкинул ли он по дороге три четверти, которых ему дали и тому подобное. То есть, это открывает вторую возможность для жульничения. Третья возможность, это дело в том, что в некоторых штатах не написано в этих бюллетенях, до какого момента они должны быть посланы. Значит, что будет происходить? Значит, люди будут их якобы посылать, не посылать, вдруг будут находиться огромное количество бюллетеней, которые якобы не дошли, которые из-за того, что почта не справилась, лежат где-то, будут находиться в мусорных ящиках, там, у больных чумой почтальонов, там, и т.д. и т.п. и будут после того, как выборы уже закончатся, поступать десятками тысяч, если не сотками тысяч, эти бюллетени туда, где, так сказать, их должны считать. То есть, иными словами, во-первых, мы не сможем узнать ночью с третьего на четвертое, кто победил, во-вторых, мы не сможем долго еще разобраться, а сколько, собственно, бюллетени отправлены, сколько вовремя, сколько надо считать, сколько не надо считать, и в-третьих, это позволяет подавать в суд, даже при том, что, если, скажем, Трамп победил, подавать в суд и требовать еще одного пересчета дополнительно, включить те, включить эти, всеми силами делать так, чтобы несколько месяцев Америка была без президента, без вице-президента, то есть, ну, номинально есть президент, он, так сказать, что называется, без всяких других прав, но он существует еще, да, вот, а если им удастся протянуть с этими судами, а есть часть судей, которые свои, как вы понимаете, да, с ними уже договорились обо всем, если им удастся протянуть до 20 января с нерешением этой проблемы, с нерешением, кто выиграл в Конгрессе, кто выиграл в Сенате, кто президентство выиграл, потому что это одно связано с другим, да, новые бюллетени надо считать, значит, никто из них не может, а после 3 января перестает работать Конгресс, старый и должен вступить новый, если, так сказать, суды идут, значит, его нету, Конгресса нету, Сената нету, президент 20 января перестает выполнять свои полномочия, и в этот момент, если действует Конгресс, то становится, значит, человек, который спикер Конгресса, становится президентом, А если он не действует, то это идет в Верховный суд, и Верховный суд, 9 человек, значит, 5 против 4 решают, а кто, собственно, будет президент. Поэтому не обязательно совершенно, что это будет Байден или Трамп, они могут решить, что это Хилл Виклиптон, они могут решить, что это Мишель Обама, они могут решить, вот, что это Сережа будет президентом, правда, я думаю, уж они не решат. Давайте попробуем принять звонок, да, тем более, а ситуация в Верховном суде настолько нестабильная, судя по тому, как ведет себя Джан Робертс, что предсказать результаты невозможно. Добрый день. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот то, что демократы проведут голосование по почте, допустим, в вашем, в вашей Калифорнии, или у нас в Нью-Йорке, это полбеды, а вдруг они решатся, послать, калибрящиеся штаты, как Флорида, Техас, Фильвания и так далее. Кто будет это контролировать? Они же могут это все провести, и республиканцы даже не успеют очухаться. Спасибо. Я думаю, что вы упустили извинен, что каждый штат имеет право принимать свои законы. Значит, поэтому, если в каком-то штате не губернатор, скажем, не демократ, то он не даст это делать, не даст выпустить такой закон, даже если Конгресс проголосует, Конгресс штата, я имею в виду, проголосует, ассамблея, как бы она там не называлась, просто ложит вету и все. Значит, это можно сделать только в тех штатах, где с одной стороны губернатор, демократ, а с другой стороны ассамблея или Конгресс этого штата, они тоже серьезно демократические, то есть, как Калифорния, и там, скажем, больше 70%, то есть, абсолютно, так сказать, вето-пруф, так сказать, все, что они решат, что называется, так оно будет, если только суд не оспорит. Значит, но демократы делают еще и другие фокусы. Например, у нас в Калифорнии, в Лос-Анджелесе, скажем, мэр неделю тому назад друг заявил, что из-за того, что, так сказать, он так боится, что мы все заболеем ужасным, так сказать, вирусным заболеванием ковид, то он закрывает половину участков. То есть, что достигается этим? Людям будет сложно, особенно пожилым, идти искать, где же голосовать, они привыкли, что это рядом, в школе, там где-то еще, а сейчас не будет этого, это будет в других местах, далеко. То есть, куда-то надо идти, там стоять, там толпа, там еще придут какие-нибудь антифы, начнут угрожать, значит, народ будет сбегать оттуда, будет вызываться полиция, будут драки, будет что-то еще. То есть, устроить как можно меньше мест, в которых можно голосовать, и как можно больше проблем устроить людям голосующим. Таким образом, они мало того, что собирают много своих, они еще и тем, кто чужой, они пытаются не дать возможности проголосовать. Да. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я хотела задать вопрос. Вот Леонс сказал, что вроде бы, если мы проголосуем 3 ноября, а потом начнут приходить какие-то письма, а разве нету какого-то дью-дей, до которого должны послать, допустим, там, кто хочет голосовать по почте, и если письма не дошли, то все, как бы, закончилось. Это очень хороший вопрос, давайте я сразу на него сходу отвечу. Значит, только что обнаружилось, что в штате Миннесота, если не ошибаюсь, могу ошибаться, выслали людям письма, вот эти вот конверты, а внутри вложили другой конверт. Значит, конверт, ну, нормально вложили, да, на котором должно быть написано, что это, так сказать, вы сюда вкладываете ваш бюллетень, заклеиваете и посылаете, вам бесплатно доставят. Так вот, на этих, на всех конвертах обнаружилась печать, на котором написано, что это до выбора, то есть, до дня выборов ты послал. То есть, ты можешь послать это когда угодно, но если ты послал это и почта проштампелевала, что это вышло до выборов, то когда мы не наставили, его обязаны посчитать. Значит, в этом штате теперь все, кто посылает, почта уже проштампелевала эти конверты. То есть, приходят эти конверты хоть через неделю после того, как закончились выборы, бац, их обязаны считать, потому что штемпель, по которому мы смотрим дату, написано, что это до 3 ноября. Я понятно объяснил, Сергей? Да, вполне. На некоторых конвертах вообще нет даты, и оно не штампуется, потому что оно prepaid, на них штампель не ставится. А вот в примере, о котором вы говорите, это такая чистой воды афера, чистой воды фальсификация, то есть, они проштампованы уже с определенной датой, и, конечно... В ответ на вопрос вот женщины, которая звонила, да, она права, но дело не по приходу, а по попаданию вашего конверта с бюллетенем на почтовую, первую почтовую станцию. Как только приходят, они должны регистрироваться, ну, ставить штампель, там, не знаю, провести с камером, я не знаю, как это сегодня делается, и это письмо регистрируется как вот в этот момент полученное. Если это там до 8 вечера 3-го числа, все, оно... А если это после, там, скажем, 4-го числа, то оно не считается. Так вот, все эти конверты будут считаться, когда мы их не отправили. Абсолютно правда. Давайте мы сделаем небольшой перерыв, буквально несколько минут, послушаем рекламное объявление, после чего вернемся. Продолжим, обязательно примем все ваши звонки, никуда не уходите. Напомню, в эфире программа Леона Вайнштейна «Голос здравого смысла». Телефон в студии по-прежнему 847-400-5200. Если будут вопросы, звоните. А пока давайте вот о чем. Ну, во время выступления Байдена, вот, в киноше, в частности, да и не только Байдена и всех остальных демократов, они все теперь перекладывают свою вину за то, что происходит в городах на Трампа. То есть, все, что происходит, весь хаос, в этом виноват Трамп. Мало того, Байден сказал, что Трамп как бы это неправильно действовал в отношении пандемии объявленной, то есть, обвинил его в этом, что он ничего не предпринимал, а если что-то делал, то делал это неправильно. Но при этом не сказал, что бы он делал. Дело в том, что сказать неправильно очень легко. Вот когда-то в Англии, я думаю, что сегодняшнего дня существовала, и там уже существует такая система. У них называлась теневой кабинет. Это не значит, что они были в подполье. Это означало, что там все датские, тоже две партии в основном друг с другом боролись, там одна возникала третья, но в основном две партии всегда. И вот одна партия выигрывала, а вторая, которая была в оппозиции, она формировала тоже кабинет министров, который был зеркальным практически, ну, основные министерства, зеркальным отражением того, что сделала правящая партия. И они рассказывали журналистам во время того, как оно происходило, как бы они действовали и что бы они делали. Поэтому у народа, у журналистов, у людей было ощущение, знание того, что если бы мы выбрали вот этих, или если мы выберем вот этих, то они будут действовать следующим образом. Поэтому очень сложно было просто сказать, он был неправ. Надо еще сказать, сказать, а действовать надо следующим образом. И вот тут с демократами у нас большая проблема, потому что они говорили на самом деле какие-то вещи, потом они перестали, что надо делать. Например, когда Трамп 31 января приказал перекрыть воздушные сообщения с Китаем, то первым выступил Байден и сказал, что это проявление ксенофобии, я не знаю, там, фобии ксенофобии, сено это Китай, и что если бы он был президентом, никогда бы в жизни он бы этого не сделал. Значит, не прошло и три недели, как он начал говорить, что Трамп это сделал слишком поздно. А к этому хочу добавить, нет, и три недели больше, он в марте только это начал говорить, значит, прошло уже пять недель. А в это же самое время, вот в ответ на то, что Трамп перекрыл сообщения с Китаем, Нэнси Пелоси начала в своем, так сказать, родном городе Сан-Франциско, организовывать совместный праздник, значит, ну, так сказать, белых американцев и китайцев, живущих там, в Китай-городе, для того, чтобы показать, что как мы солидарны с Китаем, и как бы мы не стали прекращать взаимоотношения с Китаем, воздушные сообщения и прочее, из такой глупости, как какой-то там вирус. То есть, у них прямо противоположное, значит, сейчас, правда, Байден и его люди говорят, начиная с марта этого года, он требовал, Байден, то-то, то-то и то-то. Да, смарт требовал, когда уже было все сделано, уже когда из Европы перекрыли. Поэтому у них, у них пуху рожа. Потом, есть еще одна такая штука. Значит, вот сейчас они, демократы, начали пытаться вылезать из той левой, как бы, так сказать, риторики, которую они вогнали в страну, когда они пытались забраться в своей партии. И, так сказать, из-за которой, собственно, за них и голосовали те люди, которые за них и голосовали. Значит, но они записали очень много в программу партии. Что бы они сейчас ни говорили вслух, действовать они будут в соответствии с программой партии. В программе партии написано, что они будут убивать, уничтожать, бороться с углем добычи нефти и газа. С добычей, транспортировкой, переработкой, опять транспортировкой, хранением и тому подобное. Что это означает? Это означает, что в Пенсильване еще в нескольких штатах не будет рабочих мест. А, значит, слово фракинг, которое, знаешь, что фракинг, это один из способов добывания нефти, самые, так сказать, последние, вот там, так сказать, химия, там туда-сюда, так сказать. В общем, люди, которые занимаются природой, говорят, что они против этого, потому что это плохо влияет на окружающую среду. Я не в курсе. Действительно, не знаю. Я не думаю, что, ну, неважно сейчас. Значит, клялся Байден много раз, что, если он будет президентом, он запретит фракинг вот этот. То есть, это сразу же 50% уменьшит нашу добычу сланцевой нефти, точно, что если всю сланцевую нефть уничтожить, половина, половина нашей нефти больше не будет добываться. То есть, мы уходим с мировых рынков, мы перестаем быть экспортерами, мы снова начинаем быть импортерами, цена на них взлетает наверх, там, и тому подобное. Но если запретить фракинг, то еще в двух штатах перестает, теряются рабочие места, Северная Дакота, например, у которых безработица даже сегодня, там, 4%, у них было 2%, тогда, когда все было в порядке до ковида, да, с этим самым. А, значит, они сейчас пытаются заигрывать, но они же все это записали в свою программу, то есть, если они выиграют и пойдут в Белый дом, там, в Сенат, в Конгресс, там, на местное управление и прочее, то они будут проводить свою программу, потому что они в нее верят. Точно так же, как Камала Харрис верит, что она до каждого черному, то есть, она может и не верит в это, но она считает, что это хороший выигрышный момент. Каждому черному надо платить обязательно репарацию за то, что его прадедушка был рабом. А я, например, у меня никогда рабов не было, никого в моей семье рабов не было. Мы были рабами в Советском Союзе, до того, когда-то были рабами в Египте, да, судя по документу, который у нас есть, называется Библия Тора. Вот. А, так сказать, почему я должен платить кому-то репарацию и за что-то? Но, тем не менее, они будут заигрывать со своей базой, они будут делать что-то для черных, чтобы они увидели, что черный, так сказать, что эта партия им дала что-то, значит, подняла их на грабежи и убийства, но за это им заплатила. Значит, они обязательно будут начать отнимать оружие. Они будут, они составят список оружия, которое, это Battle Horror будет этим заниматься, который сказал, что он составит список оружия, которое является опасным. И будет его с помощью национальной гвардии и полиции отнимать у людей, то есть будут ходить по домам с обысками, обыскивать и изымать оружие, но, правда, будут возвращать вам стоимость этого оружия. А если будут сопротивляться, будут сажать в тюрьму и убивать. или убивать. Значит, в этом году они отобрали это оружие, потом они решили в следующем, что и это оружие опасно, а потом и это опасно. Составили еще один список. А потом, просто к концу четырехлетия у нас стала ситуация, как была во время Мао Цзэдуна, Сталина, Гитлера, Пол Пота и тому подобное. Нету оружия населения, хоть тресни. И вот это тоже пугает. И идея, с которой они вышли, и которая записана у них в программе партии, это то, что они собираются отменить зонинг. Если вы знаете, что такое зонинг, то вот там, где вы живете, например, если вы живете в собственном доме, то там нельзя рядом строить огромные дома и поселять туда, скажем, кого угодно, отели. Нельзя открывать там кожевенную мастерскую, выделывать кожи. Значит, в каждой зоне можно что-то делать. Вот они собираются для того, чтобы не только те, кто живет в внутренних городах страдали, а страдали все, они собираются застраивать наши спальные районы домами, так сказать, высотками, как они говорят, на проектах, проектами, для бедных, то есть такой, для малоимущих, и собираются переселять туда людей, которые по их же вине сейчас находятся безработные в центре наших городов, наркоманы, люди освобожденные из тюрем, педофилы, там и тому подобное. Вот всех их будут пересылать, гангст приедет, торговать наркотиками будет в ваших районах, где вы живете. Здесь полный класс. Но сейчас они об этом забыли, потому что это не очень популярно будет среди тех, кто может за них голосовать, поэтому, надеясь на то, что никто не полезет в их программу, они об этом не говорят, а говорят приятные людям вещи. Например, о, мы будем бороться, как бороться, они говорят, о, мы будем вас защищать лучше, чем Трамп, а как не говорят. В общем, прекрасная тактика. Дело в том, что, я заканчиваю сейчас отвечать на этот вопрос, дело в том, что я вот всегда был такой очень недоверчив к системе 12 человек, которые садятся в суде и, так сказать, чего-то там решают, дают вопрос, ну, так сказать, понятно, о чем я говорю, и я как-то разговаривал с одним судьей, а потом еще с двумя юристами, и вот высказал, что вот 12 человек, домохозяйки, ничего не понимают, а они мне все трое сказали одну и ту же фразу, которую можно вот приблизительно так пересказать. Вот каждый из них вроде, так сказать, идиот, они не так сказали, я пытаюсь своими словами сказать, да, но они собираются вместе, начинают рядить, судить и выдают поразительно правильные приговоры. Понимаете? Оценку событий поразительно правильные. Что меня, я, насколько я этого не понимаю, но, наверное, в людях есть, может, нет ума вот такого, так сказать, да, какого-то, они там не смогли учиться, там, может быть, там, ну, кто-то доходит сидеть в присяжный заседатель, да, а я, наверное, пытаюсь всеми силами увиливать, все были знакомые, всеми силами увиливают, кто там остается. Ну, понятно, что люди обычно не с очень высоким образованием, для которых это интересно, уйти с работы, получать зарплату, в это время сидеть там и тому подобное. И вот эти люди, когда собираются вместе, обладают некой коллективной мудростью. И вот я очень надеюсь, считаю, и это много раз я видел доказанным, что когда действительно американский избиратель голосует, то он проявляет вот ту самую мудрость, о которой даже не подозревают демократы. Телефон в студии 847-400-5200. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Что еще интересного происходит в этом мире? Интересного. Значит, вот интересно, конечно, в Израиле, потому что вот сейчас одна страна, мы знаем, Объединенные Арабские Эмираты, не подписали еще формально, все уже слетали, уже пожали руки, уже подпишутся. Вот интересно мне присоединиться к этому договору еще и пару других стран, типа Бахрейна, скажем, может быть, даже объединен в Саудовской Аравии. То есть, там есть 4-5 стран, которые теоретически могли бы присоединиться к этому договору, и тогда это было бы совершенно потрясающее решение огромного количества проблем Ближнего Востока, израильских проблем на Ближнем Востоке, потому что понятно, что Иран для них, для всех, для арабов, суннитов, значительно большая проблема и опасность страшная, чем когда-либо был или будет Израиль, было ли будет Америка или кто угодно. Те враги, причем активные, которые готовы в любой момент взрывать нефтяные поля, посылать атомные бомбы, если они у них будут, и уничтожать. А Израиль просто хочет существовать, никого ничего отнимать не хочется, я это прекрасно знаю. Поэтому, если, если маневрами, так сказать, Кушнера и Трампа все-таки удастся перебороть, потому что, я понимаю, что они бы хотели подписать, они просто боятся, что общественное мнение в их странах очень, очень возмутится этим. Вот если, так сказать, как-то удастся уговорить Кушнеру, руководство Саудовской Аравии, Бакраина, так сказать, я не знаю, там еще там пара стран каких-то, подписаться под этим же договором, то это будет совершенно замечательно. Но даже если нет, все равно это невероятный прорыв, огромный рынок сбыта для Израиля, огромные, огромные инвестиции в Израиль пойдут из Объединенных Эмиратов на науку и прочее, и у Израиля сегодня есть небольшая зависимость от Китая, потому что Китай вкладывается в основном в науку, значит, из больших стран науку в Израиле. Вот если появится альтернатива сунниты, это будет замечательно. Ну и теперь о скандалах немножко. Нэнси Пелоси оскандалилась тут. Расскажите. Мы понимали, что они не собираются жить по законам, которые нам навязывают, но это просто уже переходит всякие границы. Вот есть равные, а есть ровнее. Вот они ровнее. Вот как Пелоси, которая взяла и нагло заставила открыть салон, который она закрыла. И люди... У хозяйки салона две дочери, которых надо кормить. Она живет одна, вроде бы, насколько я помню. Единственный источник это этот салон. У нее квартира, дом, за который надо платить, машина, страховки и тому подобное. Все это не работает из-за этой самой Нэнси Полоси и таких, как она. Запретили. Никому нельзя ходить. Вдруг она звонит, от нее люди звонят, заставляют открыть салон и ее обслуживать. А другим всем запрещено. Вот другим запрещено, а ей можно, ее можно обслуживать. Вот то же самое произошло только что в мэр Петербург, как вот самый главный город, Питтсбург. Мэр Петербурга произнес речь о том, что он не будет открывать рестораны, потому что жизнь человеческая важнее алчности. Он сел после этой речи в автомобиль, уехал в соседний город, где он уселся внутри ресторана за столик, без маски, и рядом, так сказать, была женщина, неважно, это его жена, не его жена, с которой тоже была без маски, с которой достаточно близко сидели и обедали или ужинали вместе. Мне наплевать, с кем он спит, как вы понимаете. Мне важно другое, он своих заставляет сидеть, чтобы выглядеть хорошо, потому что жизнь человеческая важнее наживы. И тут же после этого выезжает и вечером садится в ресторан, потому что выясняется, что ему наплевать совершенно на то, что он сам говорит. Вот это вот то самое, что называется Кремлевская больница. Когда мы все, так сказать, есть одни лекарства, а у них есть другие лекарства. Мы живем до такого возраста, а они, их семьи, живут до другого возраста, потому что у них построена стена, и с этой стеной есть рай земной, ну тот, который, так сказать, на тот момент был, да, так сказать, потрясающе, все прекрасно, запад. Врачи, дорогостоящие лекарства, любое обслуживание, необходимо садиться на самолет, так сказать, летить в то место, где их обслуживают, и тому подобное, а мы и живем так, потому что надо затянуть пояс и бороться за светлое будущее. Вот нам сейчас предлагается абсолютно то же самое. Вот послушал я эту историю, и мне вспомнилась другая история. Значит, здесь Пелоси заставила хозяйку салона открыть салон, обслужить ее, и так далее. А мне вспомнился случай, который произошел, если не ошибаюсь, где-то в Техасе, где хозяйка салона открыла салон, потому что у нее тоже дети, ей нужно их кормить. А судья, которого назначил Барак Хусейнович Обама, бросил ее за это в тюрьму. Да. Просто буквально бросил в тюрьму. Да. У меня внутри все кипит. Слова, которые вернутся наружу. Да, я рассказывал уже, по-моему, пару месяцев назад на этой передаче, что вот бабушку моей жены за то, что она связала кофточку и пошла ее продавать на мароколку, потому что кушать нечего было, арестовали, и ее посадили в тюрьму. А это было при советской власти, естественно, да. А когда она начала говорить, что у меня ребенок дома, я кормить ему нечего, я говорю, через когда раньше надо было думать. Давайте принять звонок. Поэтому чем это отличается одно от другое, не знаю. Добрый день, пожалуйста, Уфи. Здравствуйте. Вы знаете, я слушала как-то передачу «Свободы», и они разбирали формы правления. И вот, значит, у них как бы такая идея возникла, что республика или другая какая-то форма правления не имеет значения, важно в пользу кого производится правление. Например, если какая-то группа правит, и даже избранная, если они правят в свою пользу, то это тирания, а если это в пользу народа, то это республика. Вот получается, что наша страна это уже давно тирания, потому что Конгресс правит в свою пользу, и все законы издают только в свою пользу. Вот согласны ли вы с этим? Спасибо большое. Ну, я не согласен с исходным, потому что что такое правит мне не очень понятно, мне нужно долго будет, чтобы мне рассказывали, что они имели в виду под этим. Значит, вы знаете, когда мне говорят, что коррумпированность каких-то там, я не знаю, руководителей, предприятий, хозяев, капиталистов, я не понимаю, как это может быть. Вот когда у государства есть возможность выбирать между человеком А и человеком Б, кому оно даст, то выбирает не государство, а выбирает конкретный чиновник. И если один из этих людей чем-то ему больше нравится, ну, скажем, он его родственник, или сделал ему какое-то одолжение, и дает ему деньги, или что-то еще, то, значит, никакого все будет коррумпировано. Правильно? То есть, как только ты чиновнику даешь возможность, опять же, когда говорят государство еще один раз, не имеют в виду, что все государство что-то решает, имеют в виду, что от имени государства сидит некий Пал Петрович Сидоров или Смит Джон, там кто-то еще, и применяют какие-то решения, выделить не его деньги и дать кому-то, и сколько их дать, или эти же деньги дать кому-то другому. Вот, если это будет полностью уничтожено, и государство будет иметь только функции очень ограниченные, скажем, я бы назвал три основных функции, это защита внешних рубежей, защита внутреннего порядка и помощь, защита тех, кто сами не могут себя прокормить, защищать и тому подобное, которые делаются на деньги тех, кто договорились и сбрасывают какие-то деньги, и вот это все происходит. Все равно будет некая коррумпированность, потому что все равно остаются чиновники, которые должны закупать еду или строить какие-то здания. Но это будет сведено до абсолютного минимума, и поэтому уже можно контролировать. Пока существует возможность чиновникам решать, кому дать, кому не дать, кого бы они не представляли, они все равно будут думать о своем кармане больше, чем они думают о благе всемирной организации здравоохранения и детей в Гватемале. Леон, огромное спасибо и до встречи в следующий раз. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова